Приветствую вас, уважаемые зрители канала People Life. Благодарю вас за то, что вы с нами. Оставайтесь с нами, сейчас будет интересно. Сегодня на календаре понедельник, 7 октября. С нами на связи астрополиттехнолог, международный астролог высшей категории Влад Рос. Влад, приветствую вас. Всех поздравляю с Днем Владислава. Нам говорят, какая-то тварь родилась в этот день, дорогие друзья. Нет, это День Владислава, именинный Владислава. Так что обращайтесь. Ссылочка под описанием этого видео. ВладРос.com.ru По вайберу, по ватсапу заказывайте на тайной карте. Годовые соляры, делайте подарки. Влад, расскажите, что это за день, 7 октября? Путин может умереть в этот день ближе к вечеру? Сегодня был обстрелен Киев. Не знаю, это такой реверанс наперед? В общем, ждать нам этого праздника или нет? Я уже год не смотрю гороскоп Владимира Путина, потому что никакого Владимира Путина нет. Вы же понимаете, КГБ – это абсолютно отвратительная организация. Даже если бы умер настоящий Путин, вернее, он настоящий и умер, они бы все равно не сказали. Потому что они должны разрулить, как в любом мафиозном государстве, все вопросы, к кому власть перейдет, и так далее. Недавно они решили, что это будет Денис Матру, по-моему, мы на вашем канале об этом говорили. То есть разруливаются другие варианты, куда, к чему. Ну да, ну то, что, понимаете, даже настоящая дата рождения, год рождения Путина, и то был засекречен. Он же не в 52-м году родился, а в 50-м. Понимаете, чтобы обнулить все человечество, я так думаю. Потому что по нумерологии, если человек рождается в год на ноль, то он может обнулить все. В том числе свою страну. Российская Федерация, которая перестанет существовать в ближайшее время. Дорогие друзья, после победы Украины Российская Федерация начнет разваливаться очень быстро, интенсивно. Вот поэтому мне тут заказывают гороскоп Путина. Я, Елена, говорю, не, дорогие друзья, не. После хащика в мырущей водах, как еще украинскую мову, будет чувак с отливом глаз-болотой, и у него сойдутся две пятерки. Ну, все на матру, похоже. Хорошо, не будем сосредотачивать свое внимание на плохом. Но есть чуть менее плохое. Выборы в Америке. Трамп, Илон Маск ведут себя как дети. Илон Маск меняет аватарку в Твиттере, где он в кепке «Сделаем Америку опять большой». Такое впечатление, что туда, ну что, готовятся прям поздравлять Трампа с выборами, при том, что они еще не начались. Какой у вас прогноз на это событие? Есть предварительный? Ну, вообще по гороскопу Илон Маск – это большой ребенок в мужском теле, которому уже больше 50 лет. И большой ребенок Трамп, дорогие друзья, ему уже 78 лет, но все это ребенок, который по утрам встает, в 6 утра включает мультики до сих пор. В общем, мы должны понимать, что это абсолютно инфантильная компания. Два человека, которых реально можно переубедить просто вот так, щеткнуть и все. И у них мировоззрение меняется. Если московитяне им сказали, что Крым – это, в общем-то, был российский, то оба начали говорить об этом. Но стоило побывать Зеленскому в Трамп-тауре и поговорить с Трампом о том, что Украина – прекрасная страна. Вдруг Трамп начал говорить, что Украина действительно хорошая страна, у нее прекрасная природа, у нее приедет. Ну и, насколько я знаю, Зеленский настолько переубедил Трампа, что Украина должна выбрать войну, что Трамп теперь точно на нашей стороне. А Зеленский мечтает о победе Трампа. Понимаете, в чем дело? И Зеленский напрочь не переносит Камалу Харрис. Что касается по звездам, то Юпитер в Доме власти на момент голосования 5 ноября в соединении с Солнцем именно у Дональда Трампа. То есть по звездам, понимаете, все шансы. Вот если вот так посмотреть, там, древнего астролога, и он сказал, у кого больше шансов – у Камалы Харрис или, значит, у Дональда Трампа. Да, конечно, у Дональда Трампа блестящие звезды, блестящее продвижение, и чем ближе 5 ноября, тем лучше. Но, дорогие друзья, вы же понимаете, никто не отменяет фальсификации выборов. И в тех нужных штатах, особенно еще настаиваю, на штате Пенсильвания, где в очередной раз и произошло, по-моему, Стрентоне, или как тут городок называется. А Стрентон – это городок, там, где родился, значит, нынешний президент, и куда приезжал Зеленский, да, то есть Джубайдер, там родился, а Зеленский приехал в этот городок. Так вот, именно кто победит в Пенсильвании, где и в ухо стреляли Дональду Трампу, вот, и где посчитают, в общем-то, правильно, да, а там прям нос в нос вроде бы 1-2% выиграл Камалы Харрис, но это неизвестно. Вот мой прогноз, то, как правильно посчитают в Пенсильвании, так тут и победим. Но мой прогноз такой, Дональд Трамп побеждает на выборах, посчитает письма по почте, там, побеждает, значит, Камала Харрис, потом начинается, дорогие друзья, самое главное – суды. Поэтому, возможно, кто выиграет суды, а там не нужно быть особо, иметь большие звезды, да, чтобы их выиграть. Просто нужно довести, например, Дональду Трампа все до Верховного суда, потому что Верховный суд – это его суд, там 5 человек принадлежат, значит, не демократам, а республиканцам, и только 3 от демократов. Либо надо, так, такие были суды, именно штатовские, чтобы ни в коем случае до Верховного суда это не дошло. В общем, ситуация такая, мне кажется, все будет решаться в судах, и это будет нечестная победа, и это будет как в 2000 году, где по всем регалиям победил еврей Альберт Гор, но еврею не дали стать президентом и посчитали в пользу Джорджа Буша, потому что они запретили суд пересчитывать голоса в штате Флорида, где стопроцентная была победа еврея Альберта Гор. Если произойдет такая история, то будем с вами смотреть гороскопы Верховных судей Америки. Вот точно так, как и у Верховных судей. Но самое интересное, что Илон Маск сказал, что это, если Трамп не победит, это будут последние выборы США. Дорогие друзья, он намекнул, что будет гражданская война, и что Трамп не признает эти выборы. Так, какой у вас прогноз на гражданскую войну в Америке? Это реально? Опасный, опасный, опасный. Но об этом еще говорил, был такой великий пророк Эдгар Кейси, он говорил, что на этом апокалиптическом президенте Дональде Трампе может Америка прекратить свое существование. По крайней мере, будет развал на штаты. Абсолютно демократические штаты отвалятся от республиканских штатов, и может что-то твориться ужасное. Ну и самое главное у сторонников именно республиканской партии оружие всегда прям рядом, где они спят. Я бы сказал, на кухне, под столом, и выйдут стрелять за победу Дональда Трампа. Трампа только в этот раз, она просто будет сриснуть, и все выйдут стрелять в демократов. При том, что оружие лежит рядом. Под подушкой. Такое у Америки правило второе, или какая там поправка? О чем заявил Маск буквально, что вам запретят демократы иметь оружие и стрелять, да? Ну и свободу слова запретят. Ну то есть, понимаете, сейчас интересная свобода слова. В Америке можно даже говорить и кричать, давайте убьем Дональда Трампа. И человеку все будет сходить с рук, потому что такая большая свобода слова. Вот чего нельзя сделать, например, во Франции, Германии, это будет экстремистом и так далее. А до сих пор такая свобода слова существует в Соединенных Штатах Америки. Ну и свободно можно покупать оружие и стрелять в тех людей, которые тебе залезут в квартиру, понимаете? И часто это происходит с теми людьми, которые называют себя, как это, Black Mets? Black Mets. Black Mets, да. Да-да-да. Движение Black Lives Matter, движение за права чернокожих. Хорошо, это второстепенные новости. Считаю, самая главная новостью этой недели, это что ждать Оксане из Тернополя и Андрею из Белой Церкви, которая по знаком Зодиака, соответственно, водолей и близнецы. У них неделя впереди, у них нет Верховного Суда, они не собираются голосовать на выборах в Америке. К чему готовятся знакам Зодиака украинцы? Ну, именно эти два знака Зодиака в ближайшие недели показывают, что они в самом выигрышном положении. У них там парус. Комбинация прекрасных звезд от Зодиака новознака весов. Там бригадальные расходятся аспекты еще уходящего солнечного затмения. Поэтому блестяще. Блестяще. Ну, например, для близнецов это влюбиться, забеременеть, вообще поехать куда-нибудь, я не знаю, развлекаться, то есть находить любовь всей своей жизни. А для водолея поступать лучше учебное образование делать, изучать иностранные языки. И самое главное, суперклассно можно эмигрировать, эмигрировать. Ну, и даже нашим ухулянтам будет способствовать возможность прорыва через границу. Удачно все может сойти. Благодарю. Так, есть ли у вас какие-то предупреждения, возможные важные события в октябре и такой небольшой, возможно, повтор прогноза с предыдущей нашей встречи? Октябрь для Украины. Это о чем? Ой, это переворотный момент. Особенно комета к нам на самое близкое расстояние подлетает с 10 по 12 октября. Ровно 10 октября на Рамштайн приезжают господа Джо Байден, туда приезжает, значит, Стармэр, Стармэр, это новый британский премьер, туда же приезжает Шольц и туда же приезжает Макрон, да, по-моему. И вот они будут решать, каким способом говорить о Зеленске уже 12 октября, когда комета совсем прилетит на самое близкое расстояние к Земле. И действительно принимать ее в НАТО, вот они, я думаю, они уже все решили, что все-таки они вспомнили пропозицию одного человека, который уже ушел из жизни, да, ему было, значит, 100 лет, вот этот великий такой глобальный, я забыл его фамилию, ведь уже в голове она у меня как копошится, но все никак не выходит. Ну, в общем, принимаем Украину в НАТО, в тех границах, в которых она находится, даем ей оружие, чтобы отбиться до следующих президентских выборов в США, да, и в конечном итоге, чтобы, ну, не было никакого соблазна уже окончательно и бесповоротно претендовать на нашей территории Рашистской Федерации. Ну, и самое главное, дорогие друзья, начинается подготовка к взятию Крыма. Вот все, что вы сейчас видите, там, горящая база Феодосии, потом какие-то там взрывы еще будут происходить. Ну, и самое интересное, что могут появиться всякого рода такие ракеты, как, ну, мы все ждали Таурусы, появятся какие-нибудь Тарасы украинского производства, которые уничтожат Крымский мост. То есть, дорогие друзья, октябрь месяц, особенно вот середина, конец и начало ноября, украинские десантники, значит, наша морская пехота возьмет Крым. Дорогие друзья, это мой оптимистический прогноз, но подготовка к взятию Крыма идет, она началась, и это самый большой сюрприз от Зеленского, который положит начало конца войны, и это будет наша победа. Это наш секретный план, который я рассекретил, но он как бы есть, он будет обсуждаться на Рамштайне. Секретный план, о котором мы сейчас все вместе поговорим. Давайте обсудим в комментариях секретный план. Ну, пусть он будет планом таким секретным на всеобщее обозрение, ведь мы не знаем деталей, но ваш прогноз очень радует взятие Крыма. И вы сказали такую штуку, что это положит начало конца войны. Это событие, Крым, отделит Крым как территорию и сделает ее отдельной автономной республикой Крым под руководством какой-то третьей страны? Или же Крым примыкает к Украине, и мы там начинаем отстраивать, все возобновлять, как это было раньше? Крым становится автономной республикой в составе Украины. То есть это некое такое будет образование, которое может иметь некую такую самостийность Порта Франка. Туда посыпятся очень большие инвестиции, в том числе и из Турции. Будут выстроены супер-классные отели, как в Турции, не хуже их. И мы будем по более даже сниженным ценам за гривны отдыхать в Крыму. Ну и самое главное, что все. После того, как будут отрублены половые органы усопшего Владимира Путина, никого настоящего уже нет, я вам вручаюсь, а половые органы, это и есть Крым, да, просто скажут, что царь не настоящий. Поменяют, наконец-таки, абсолютно рыбу гниющую с головы в Москве, и обрушится власть этого двойника Владимира Путина, который, дорогие друзья, сегодня начинает спрашивать, а сейчас принесут там кучу подарков, а можно ли взять подарки? В чем дело? По слухам, по некоторым данным, такое уже происходит. Вот, поэтому взятие Крыма полностью уничтожает всю концепцию этой войны, потому что, понимаете, в чем дело? 24 февраля 2022 года у них был Крым, они начали СВО. Заканчивается 2024 год, они теряют Крым, и какая цель реализации СВО? Все планы выполнены или будут когда-нибудь выполнены, или не будут? В общем, взятие Крыма, это будет окончательно и бесповоротно уничтожит эту войну. А то, что это должно происходить в ближайшее время, октябрь-ноябрь, я вас уверяю. А климат Крыма-то позволяет вести войну до декабря месяца. Супер, супер новость, супер прогноз, пусть так все и произойдет. Часто еще встречаю вопрос в комментариях о том, что же ждать от доллара, или вкладываться в биткоин, или биткоин обрушится. Не видно ли на небесном астрологическом своде каких-то прогнозов насчет финансовых поворотных событий? Может ли быть кризис в этом году, что-то подобное? Ну, кризис, который мы миновали на ретроградном Меркурии, помните, по-моему, то ли на вашем канале, то ли на своем. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Есть такой канал в YouTube, Влад Рос. Есть телеграм-канал на каждый день, он и календарь тоже такой есть. Тоже называется Влад Рос Астролог. В общем, я на своем канале тогда еще говорил, что и на вашем в том числе, что как только ретроградный Меркурий начнется, это самое большое обострение финансовое в этом году. Вы помните, 5 августа, 6-го, по-моему, рухнул рынок в Японии, там завалился на один день NASDAQ, там. Но я сказал, пока идет солнечная активность, пока пик солнечной активности, а этот и следующий год, значит, финансовые рынки не рухнут, дорогие друзья. В пике солнечной активности происходит только революция, свержение диктаторов, уничтожение насрал всяких, понимаете? Ну, хорошим человека не назовешь, если ему фамилия насрала, понимаете? Вот, я считаю, что сейчас еще и ХМИ не убьют, и вообще-то и президента Ирана уничтожили, вот это на вертолете специально все это было сделано. Резко повернуло политику, значит, дружбы Ирана с Россией, теперь уже дружбы нет, понимаете, в чем дело. Поэтому в годы солнечной активности ценные бумаги, биткоины падать не будут. Обрушение, я смотрю, это 2028 год, действительно, рынок сильно просядет, упадет. Биткоины может тоже рухнуть тогда. Ну, а в ближайшее время ценные бумаги, биткоины будут расти, доллар станет дешеветью в мире, немножко укрепиться другие валюты. Ну, а гривна, наверное, преодолеет планку 50 гривен за доллар к концу следующего года. Так что те 500 долларов, которые у вас лежат в банке из-под макарон в кухонном шкафу, пока менять не стоит, пусть еще полежат. Не слушайте, кто говорит, что конец доллара настал. Как минимум еще лет 10 конца доллара не будет, дорогие друзья. Даже если загнется Америка, случится там переворот, Дональд Трамп организует гражданскую войну, все равно доллар в следующие в ближайшие годы будет главной и самой крутой валютой в мире. Ничего с ним, дорогие друзья, не случится. А вот с рублем случится обрушение, после чего они придут к динаминации, уберут два нуля, и если, например, где-то в середине года следующего у них будет стоить доллар 150, то потом будет стоить полтора рубля один доллар. Благодарю и за финансовый прогноз. Кстати, предупреждаю всех россиян, нелюбимых украинцами, вам заморозят все ваши банковские счета в 2025 году. Так что готовьтесь. И вести будут теперь войну за ваши деньги, если вы не образуете. Этот прогноз тоже хороший. Последний вопрос, Влад. Что, чего не делает астролог? Если донтист точно не может лечить сам себе зубы, таролог не смотрит свою судьбу через карты таро, чего не делает астролог? Ну, вы знаете, я себе заглядываю свои звезды, и я смотрю, когда лучше куда ехать, чего советую вам делать. Вот у меня во всяких странах разные клиенты живут, и в Израиле, и в США, где угодно. И звезды — это интересная такая комбинация, математическая планета, что даже себе можно заглядывать. Но все равно у каждого астролога должен быть свой астролог, у каждого таролога свой таролог, потому что все равно объективно себя не оцениваешь и не оценишь. И даже иногда бывает так, ты точно знаешь, что человек тебя точно кинет 100%. Ну, поверю все-таки. Лапа работает два месяца, и ты понимаешь, что он тебя кинул. Бывает, дорогие друзья, и такое. Видите, нужно объективно все равно иметь всякую ситуацию. Хотя, вы знаете, все равно думал, ну вот, все должно быть нормально. А перед тем, как одалживать деньги, нужно было подписаться на канал Влада Роса в Ютьюбе и посмотреть, можно ли одалживать деньги этому знаку зодиака, или не стоит в этом месте. Да, у меня, кстати, один клиент так ждал два месяца. То были Меркурии литроградные, то были затмения, и он говорит, когда же мне эту сделку по недвижимости в Испании организовать? Ну, я ему говорю завтра в 14 часов 22 минуты. Меркурий именно с Севпитером сходится в эту минуту по испанскому времени. И он будет делать звонки, важные именно в это время. Супер. Друзья, это вам совет. Если тоже хотите проконсультироваться или не уверены в каком-то решении, подпишитесь на канал Влада Роса, пишите в личное сообщение, можете сказать, натальную карту. Чуть-чуть подстраховаться, чтобы не опростоволоситься, не обвешиваться. Влад, благодарю вас. Спасибо большое вам за внимание и за прогноз. С нами на связи был международный астролог высшей категории Влад Рос. Подписывайтесь на все его соцсети, оставляйте свои вопросы в комментариях, берегите себя и доверяйте звездам. До встречи. Пока.